Братья и сестры, вас всех приветствую! Ну, перед началом я прошу вас вот подумать о следующем. Пожалуйста, подумайте, вот что есть особенного вот в разговоре с человеком, которого вы очень хорошо знаете и любите. Ну, конечно, наверное, вот самое особенное в разговоре с человеком, которого мы знаем и любим, это свобода. Это свобода говорить от сердца. То есть нет опасности непонимания, и именно поэтому отсутствует страх вот даже поделиться тайнами. Все это способствует свободе выразить себя, выразить себя, ну, ничего не скрывая. А вот теперь такой вот вопрос, друзья. Из того, что мы с вами знаем о Господе из Евангелии, есть ли у Христа такой свободный разговор? Вот такой вот разговор, где он свободно выражает себя. Ну, я подскажу вам, друзья, пять глав Евангелия от Иоанна посвящены именно такому разговору. Это отрывок, который называется «Последняя вечеря» или «Вечеря перед праздником Пасхи». Ну, и действительно, мы вот читаем, мы с вами можем послушать его разговор с друзьями, а и даже больше мы можем прослушать его разговор и с Небесным Отцом. Вот мое желание вместе с вами сегодня обратиться к молитве Господа из Евангелия от Иоанна. Он молился вслух, и ученики, они слушали эту молитву. То есть это такой вот отрывок, друзья, вот в котором Иисус знакомит своих учеников с тем, какие у него отношения с Отцом Небесным. Знакомит и нас с вами с Отцом Небесным. Вот несколько стихов, в которых Иисус обращается к Отцу. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Я прочитаю несколько стихов. Первые пять стихов. После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». А затем Он снова обращается к Отцу в 10 и 11 стихе этой главы. «Все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче святый или Отец святой, соблюди, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». И снова 17 и 24 стих. «Освети их истинною Твоею, слово Твое есть истина. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, довидят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Ну, я сказал о том, что вот эта молитва Господа, она знакомит нас с вами с Отцом. А вот теперь попробую бы объяснить, почему она знакомит нас с вами с Отцом и как она знакомит нас с вами с Отцом. Друзья, из записанных молитв Христа мы узнаем, что вот, ну, практически постоянно к Богу Иисус Христос обращался словом «Отче» или вот этим словом «Отец». А вот 17 глава Евангелия от Иоанна – это не только самая длинная молитва Иисуса Христа, друзья, это еще и самая длинная молитва Нового Завета. В этой молитве он несколько раз обращается к Богу именно так. Он называет Бога Отец, Отче. То есть, с одной стороны, вот слушая Христа, мы можем наблюдать за тем, вот какие же отношения существуют между Иисусом и Отцом. То есть, Христос знакомит нас с вами с Богом, как с Отцом. Но вот с другой стороны, друзья, в этой молитве случается то, что больше никогда и нигде не случалось. Вот в этой молитве случается то, что больше никогда и нигде не случалось. Здесь, в 17 главе Евангелия от Иоанна, мы имеем, ну, единственное упоминание во всем Священном Писании о Святом Отце. Единственное упоминание в Священном Писании о Святом Отце. Это 11 стих. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче. Иду к тебе иду». Посмотрите, друзья, Отче Святой или Святой Отец. И здесь вот для нашего с вами понимания возникает сложность. Дело в том, что Священное Писание много говорит о святости Бога. И вот как-то и что-то уж о святости Бога мы можем сказать из Священного Писания. Друзья, ну вот большой-большой вопрос. А что значит говорить об Отце, как о Святом Отце? Что значит сказать о Боге, как о Святом Отце? Ну, и это будет вопрос, в котором мы вместе с вами попытаемся разобраться. И вы знаете, друзья, вот что в первую очередь, на что можно обратить внимание в первую очередь? На то, когда и где это происходит. То есть именно в какой момент звучит обращение Христа к Богу, вот Святой Отец, вот это вот обращение. Ну, друзья, вспомните, что происходит. Ну, я уже сказал вам, наверное, догадались, друзья, что последняя вечеря в Евангелии Теанны – это пять глав. Она начинается в 13 главе и заканчивается 17 главой. То есть это ужин Христа и Его учеников, Его апостолов перед Пасхой. Это разговор во время ужина. И вот помните, друзья, вот ужин так начинается, что ученики, они были сначала полны вопросов. Вот так вот интересно говорить нам евангелистян, что почти половина из них – Петр, Иоанн, Фома, Филипп и Уда – они все что-то спрашивают Господа. Они что-то пытаются узнать, что-то хотят узнать. Но затем наступает момент, когда голоса учеников прекращаются. И Христос обращается к ним, говорит, вот я иду к пославшему Меня, а из вас уже никто не спрашивает Меня. То есть наступает тишина. И голоса учеников больше не слышны, а слышен только голос Учителя, только голос Иисуса. Ну, а в конце, друзья, вот мы с вами прочитали 17 главу, Он даже больше не обращается к ученикам. Вместо этого наш Господь позволяет ученикам прослушать Его разговор с Небесным Отцом. Ну, вот 17 глава Евангелия Иоанна – это молитва Христа. Друзья, вот можно сделать такое предположение, что это самая высокая точка жизни и служения нашего Господа. Вы прочитайте, друзья, Дома. Я думаю, он знаком для нас с вами поискование. Если уж и было в жизни Христа, вот самый высокий момент Его жизни и служения, друзья, это 17 глава. Вы знаете, почему? Потому что именно в этой главе Господь скажет, я уже не в мире. Я уже не в мире. То есть другими словами, жребий брошен. Он идет на крест, назад пути нету, Он идет к Отцу. То есть уход Иисуса настолько близок, что Он говорит о нем в настоящем времени. И вот здесь в этой молитве апостолян записывает слова, которые Иисус не произносит больше нигде. Ну вот, друзья, молитва Христа, она вот в следующем, Он изливает свое сердце перед Небесным Отцом. Первое. Он желает славы в присутствии Отца. То есть молится о прославлении Отца. Далее, друзья, в этой молитве мы находим Его вот страстное желание благословения и спасения тех вот этих Его любимых учеников. Он молится о апостолах, которые рядом с Ним. И, друзья, дальше Его страстное желание, вот чтобы вся Церковь, она когда-то присутствовала и увидела Его славу. То есть Господь молился о себе, Господь молился об апостолах, друзья, и Господь молился о нас с вами. И мы видим, как эта молитва исполняется, друзья. То есть молитва Господа исполнилась, потому что мы сегодня с вами вот в доме молитвы, мы с вами сегодня дети Божьи. И вот, друзья, вот в этот самый священный момент жизни нашего Спасителя из Его уст звучат обращения к Богу, вот Святой Отец. Я думаю, друзья, вот для нас с вами это, ну, как задача, а скорее вызов. Вызов понять, вот что имеет в виду Иисус, когда обращается к Богу Святой Отец. Он произнес эти слова «научить учеников своим отношениям с Отцом». И я думаю, друзья, что нам следует вот как-то читать эту главу очень осторожно, знаете, вот так вот осторожно подкрадываясь к этому. Знаете почему? Потому что мы с вами начинаем исследовать что-то вот настолько личное и настолько вот священное в чьей-то жизни. Вот согласитесь, когда вдруг вы становитесь свидетелем вот чего-то очень личного, да, друзья, и чего-то очень священного для человека, мы немножко начинаем стесняться. Согласитесь, друзья, я думаю, вот такое вот чувство должно быть у нас, когда мы читаем эту молитву Господа. То есть мы подходим очень осторожно, потому что мы действительно начинаем исследовать очень личное и очень священное вот в чьей-то жизни. И еще большое-большое, друзья, дело в том, что Господь нас с вами учит молиться на том же языке. То есть вот Он помолился, обратился к Отцу Святой Отец, но и нас с вами Он учит молиться на том же языке. Отче наш, сущий на небеса, святится имя Твое. Мы с вами призваны молиться на том же языке, на ком молился Иисус Христос. Итак, что значит говорить об Отце, как о Святом? А вот Евангелие Теанна довольно четко делится на две половины, две книги, их так часто и называют. Одну книгу называют «Книга чудес» первая половина Евангелия Теанна, а вторая половина называется «Книга страданий» или «Книга славы». То есть есть вот такой вот момент в 11 главе, где Христос удаляется из мира. Вот так вот и написано, что Иисус уже не ходил явно между иудеями. То есть Он уходит от людей и не совершает больше ни одного чуда. Он не совершает больше ни одного чуда. Он удаляется для чего-то, чтобы быть со Своими учениками. Он удаляется, чтобы раскрыть Своим ученикам начальной истинной благодати. И вот теперь вот вторая часть книги Евангелия Теана, друзья, это время, которое Христос проводит со Своей маленькой группой учеников. И вы знаете, друзья, Он начинает раскрывать перед ними тайн. Тайны того, что когда-то было сокрыто от них, и тайны того, что они с трудом пытаются постичь. А вы знаете, там звучат такие интересные слова, которые должен, скорее всего, говорить каждый проповедник Евангелия. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Так много хочу сказать вам, но вы не сможете это осилить, вы не сможете это понять. Это время, когда Христос начинает приобщать учеников, друзья, к невыразимой тайне Бога. К невыразимой тайне Бога, к тайне триединства Бога. И вот этот вот разговор Господа во время ужина, вот последний ужин вечера Господня перед Пасхой из Евангелия Иоанна. Друзья, это очень яркое свидетельство Нового Завета о том, что троица или учение о триединстве Бога не является самой противоречивой и самой непрактичной доктриной. Почитайте, друзья, пять глав. Вот как-то вдумываясь, вот о чем, что хотел сказать Господь, и вы поймете, что учение о троице, о триединстве Бога – это не самая противоречивая, не самая непрактичная доктрина Нового Завета. Если бы это было так, учитель никогда бы не учил непрактичному учеников, вот на которых лежит большой-большой стресс в данный момент. То есть наоборот, друзья, это самая практичная доктрина Нового Завета. Почему? Потому что Христос, вот что делает Господь, друзья, Он приводит учеников сначала к тому, чтобы они поняли Его собственную Личность. То есть Он говорит им о себе, о том, что значит искупление Его. А далее Он ведет их к тому, чтобы они поняли служение Святого Духа. И вот затем мы с вами прочитали, друзья, Он приводит их к тому, чтобы в конце они могли понять Личность Небесного Отца, чтобы они могли понять эту Личность как Святого Отца. То есть Он говорит о себе, говорит о Святом Духе и говорит о Святом Отце. Но, друзья, если вы хотите знать Иисуса Христа, вот как верующему христианину, нам просто необходимо иметь хотя бы базовые знания о том, чему Господь учит учеников в этой прощальной речи. Вот удивительно, друзья, я думаю, вы вспоминаете, вот контекст, что этот ужин начинается с простого физического приличия, омовения ног, а заканчивается замечательным восхождением, вот таким восхождением, самым высоким восхождением, которое только можно найти в Священном Писании, оно заканчивается этой молитвой Господа, молитвой Иисуса Христа, молитвой, в которой ученики слышат, что Спаситель молится и о них. Вот, друзья, вот попробуйте представить, что происходит, да? А вот эти вот 11 учеников, да, ведь они не знают будущего, а Господь знает будущее, да? Он очень хорошо знает, что вот-вот пройдет несколько часов, и они увидят Его униженным, они увидят Его арестованным, они увидят Его избитым, они увидят Его распятым, они увидят Его мертвым. Вот несколько часов пройдет, друзья, вы знаете, о чем молится Господь? А Он молится о том, чтобы вот эти вот апостолы, которым предстоит увидеть уничижение Христа, чтобы они были сохранены. Вот мы с вами прочитаем 11 стих, что соблюди их во имя Твое. Друзья, вы знаете, это очень интересная идея. А помните, вот апостол Петр вот в Гефсиманском саду, да, он думал, что ему нужно сохранить Господа, не так ли? Насколько вот иногда слепы мы с вами бываем, друзья, по-человечески говоря, вот мы думаем, что мы можем защитить Господа, другое было истина. Петр нуждался в том, чтобы Отец его сохранил, понимаете, друзья? Насколько мы с вами хрупки, и как часто мы этого не понимаем, как нам нужна охрана Господа. И вот Христос молится об учениках, о тех, которым предстоит его увидеть униженными. Он молится и говорит, сохрани их, Отец, вот во имя Твое, чтобы Святой Отец сохранил их. И знаете, к чему Он просил, чтобы Он сохранил их? Чтобы когда-то они увидели славу Его. То есть Он говорит, они увидят уничижение Мое. Я так хочу, вот 24 стих, друзья, чтобы они увидели славу Мою. То есть Господь молится о них, чтобы они прошли это время и когда-то увидели славу воскресшего Господа. А затем Господь уходит, друзья. Он идет, чтобы совершить искупительное служение в Своей смерти и воскресенье. А вот уже затем, друзья, появляется связь с нами. А в каком смысле, друзья, появляется связь с нами? То есть мы с вами говорим не только о Господе, о апостолах, но мы говорим о Господе, о апостолах и о Его Церкви. Вот что происходит. В день своего воскресенья, думаю, тоже вспомните эту историю, Господь дает поручение Марии Магдалине, вот когда она встретила его, да, ухватилась за ноги его, он говорит ей, иди к братьям моим и скажи им, вот что она должна была сказать апостолам, восхожу к отцу моему и отцу вашему. То есть пойди, передай, скажи, да, что я восхожу к отцу моему и к отцу вашему, дорогие братья и сестры. А в своем воскресенье со всех концов земли Христос начинает собирать детей, детей Небесного Отца. Христос в своем воскресенье начинает собирать детей Небесного Отца, собирать со всех концов земли в одну Божию семью. Итак, друзья, вернемся к нашему вопросу. А вот что значило для Господа славы, для Иисуса Христа прийти к отцу и сказать «Святой Отец». Вот подумайте, друзья, вечное Слово Бога, Сын Божий от вечности, через всю вечность обращается к отцу. Как он обращается к отцу? Обращается к отцу словами «Святой Отец». То есть мы с вами делаем вывод, друзья, что Христос всегда так обращался к отцу. Христос всегда именно так обращался к отцу. Это значит, друзья, что от вечности в благословенном Божестве, в Троице, был именно этот ответ – Вечного Сына Своему Отцу, Святой Отец. То есть это было естественное, свойственное Христу обращение. Священное Писание, друзья, показывает нам Христа в самой высокой точке жизни и служения. И именно в самой высокой точке своей жизни для него было естественным сказать «Святой Отец». То есть по-другому он не мог сказать вот самый такой вот момент своей жизни «Святой Отец». Ну, друзья, вот о святости часто говорят как об одном из качеств, или вот иногда используют хорошее-хорошее слово, академическое слово, да, атрибут Бога. Я думаю, к этому можно привыкать, друзья, и не бояться вот даже вот таких вот терминов, потому что они очень полезны, они очень глубокие. Вот знаете, что такое атрибут? Атрибут по определению. Он является, ну или качество является неотъемлемым качеством Бога. То есть качеством, которое Бог обладал всегда. Ну, смотрите, если мы говорим о святости Бога, и говорим это качество Бога, атрибут Бога, значит, святостью Бог обладал всегда и до сотворения Вселенной. То есть когда ничего не было, когда не было Вселенной, не было человека, друзья, святость Бога должна была существовать в самой динамичной форме. То есть она не спала, друзья, она существовала в самой динамичной форме. То есть, друзья, ну позвольте мне сказать, что когда ничего не существовало, да, был Отец со своим Сыном в единстве Святого Духа. И вот святость как атрибут, как качество Бога, оно должно было быть в самой динамичной форме. То есть святость, она должна была выражаться среди лиц Троицы. То есть по-другому она не может быть атрибутом Бога. Но вот теперь в скобках, друзья, попробуйте послушать следующую иллюстрацию. Вот технически говоря, гнев Божий не может быть атрибутом Бога. Гнев Божий не может быть атрибутом Бога. То есть Божий гнев не может быть вот таким атрибутом Бога. Да, Бог выражает гнев, но гнев Божий является чем-то фундаментальным качеством Бога, который проявляется во временном контексте, в контексте грехопадения человека. и в контексте человеческой греховности, потому что в благословенной Троице не было места для выражения гнева. В благословенной Троице не было места для выражения гнева, но только места для выражения Божьей святости. И поэтому, когда Иисус смотрит в глаза своего Небесного Отца и говорит «Отче Святой», Он открывает Своё сердце Сына с сердца Отцу. Ученикам Он показывает, как было вечности. То есть ученики могли посмотреть, а как было вечности. То есть когда Он смотрел в лицо своего благословенного Отца, для Него было естественно восхвалять Отца, естественно восхищаться Отцом, любить Отца и любить Отца из-за Его святости. Это означает и следующее, друзья. Каким бы ни было значение библейских терминов, которые обозначают святость, основной, главный смысл слова «святость» не может означать разделение или отделение. То есть главный, первоначальный смысл святости не может означать разделение или отделение. Вот смысл святости становится разделением для творения и потом для согрешившего человека, для грешника. Но смысл святости в благословенном общении Божественной Троицы не может означать разделение, потому что в Троице не было никакого разделения. То есть если не разделение, друзья, ну тогда что такое святость? Ну вот очень-очень сложно объяснить, по крайней мере мне, друзья. И поэтому я попытаюсь это проиллюстрировать, ну такой некоторой идеей, да, друзья, идеей святости. Ну вот давайте подумаем о несколько слов, в которых можно подумать и попытаться определить святость. Ну вот первое, подумайте, пожалуйста, о чистоте. Не в смысле вот отсутствия грязи, а в смысле отсутствия нежелаемых примесей. Ну вот представьте себе, друзья, была ли у вас когда-то такая вот возможность увидеть чистую воду? Ну не в стакане, конечно, или в бутылке, а вот именно, может быть, речка или океан. Вот когда вы видите чистоту, друзья, что с вами происходит? Вы удивляетесь, не так ли? И вы не хотите оторвать свой взгляд от этой чистой воды. А ну я не знаю, друзья, у меня не было такого возможности видеть чистых драгоценных металлов или вот каких-то камней драгоценных, но я вот представляю, друзья, что чистое золото, может что-то украшено чистым золотом или какими-то драгоценными чистыми камнями, камнями без примесей, оно сильно привлекает взгляд человека. Вот пусть какая-то идея будет у вас. Хорошо, вот в смысле чистота. А вот еще одно слово, друзья, вот если понять святость, это интенсивность или усиление. Ну давайте подумаем о свете. Вот у нас зал, слава Богу, он полон света. А что получается при усилении света? Вот что получается, друзья, если усилять, 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 усилять свет? А получится лазерный луч, на который невозможно смотреть. Друзья, святость – это усиление. Это усиление Божьих качеств. Вот Божий качеств – усиление всего того, чем является Бог. То есть святость Бога означает бесконечную интенсивность. Вы простите за такой язык, друзья, лучше я не смог придумать. Святость Бога означает бесконечную интенсивность, усиление выражения Богом всего, кем Он является. Усиление Богом выражения всего, кем Он является, по отношению к Своему возлюбленному Сыну. Вот почему Господь говорил «Святой Отец». Так что, когда Сын смотрит на Него, Его Сын отвечает «Отец святой». Это ответ Сына на то, кем является Бог. Друзья, а вот теперь следующее. Это такое место, куда мы с вами едва ли можем зайти. То есть, если есть святость Бога, если есть понимание святости Бога, то это такое место, куда мы с вами едва ли можем зайти. Вспомните 6 главу книги пророка Исаии. Мы видим с вами, как человек реагирует на проявление святости Бога. Как Исаия реагирует на проявление божественной святости. А, друзья, он далеко, далеко не может посмотреть в глаза Богу и сказать, так как делает Господь Святой Отец Исаия, этого не может сделать. А напротив, друзья, видит себя несостоявшимся грешником. И, к нашему удивлению, лучший проповедник израильского народа, человек с самыми чистыми устами, произносит на себя горе. Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами. Друзья, то есть, мы с вами понимаем, что мы, как люди, вот этого сказать мы не можем. Это не наш язык, это другой язык, друзья. Мы не можем сказать Богу Святой Отец. Мы смотрим, вот опять 6 глава книги пророка Исаии, друзья, мы смотрим на серафимов, но здесь снова происходит нечто еще более неожиданное. Но серафимы, они никогда не грешили. Это безгрешные существа. А они святые, они тоже чувствуют вот эту вот интенсивность Божьих качеств. Друзья, усиление качеств Бога, выраженные к ним из сердца Божественной Троицы, настолько сильны, что им приходится закрывать свои лица, ноги и просто летать в послушании. Потому что и они, и они не смеют посмотреть в глаза Бога и сказать «Святой Отец». Дорогие друзья, вспомните, пожалуйста, самый первый стих Евангелия Теана. В начале было слово, и где оно было? У Бога. Вот в русском языке вот этот вот предлог «у» может показаться незначительным. Вот на языке оригинала, как и на других языках, есть несколько вариантов перевода этого слова. Вот вариант, который вот в Евангелии Теана встречают, друзья, означает нахождение предмета, а именно физическая близость. То есть Иоанн говорит, в начале слово было у Бога, и слово было перевести «лицом к лицу с Богом». Друзья, «лицом к лицу с Богом» – смотреть в глаза Бога и сказать «Святой Отец». Вот чему учит нас с вами апостол Иоанн. То есть был лицом к лицу с Богом Христос, и он мог вынести это. Мы этого с вами не сможем сделать. Возможно, еще одна вот такая слабая иллюстрация, очень-очень блеклая иллюстрация. Вот, к примеру, друзья, вот в этом мире мои самые близкие отношения – это отношения с моей женой. Вот не так ли? И вот я, как муж, я могу сказать, что никакой другой мужчина не может посмотреть в глаза моей жене так, как делаю это я. Понимаете, друзья? То есть нет ни одного другого мужчины, который может так посмотреть в глаза моей жене, как делаю это я. Ну или «а вы можете делать своей жене». Друзья, это очень блеклая иллюстрация того, что происходит Господь, чему Господь учит своих учеников. То есть ученики могут наблюдать, вот увидеть глубину любви отца, глубину отношения отца и с сыном. То есть это благословенный сын, он может посмотреть в глаза своего отца и сказать «вот святой отец». Глубина желания отца иметь с сыном общение. Между прочим, отец всегда наслаждался сыном, а сын всегда наслаждался отцом. Я действительно использую этот язык, вот когда записывают молитву Иисуса, отец находится в сыне, а сын в отце. И вот здесь, друзья, в своем воплощении Христос дает выражение этим отношениям, да, вот святой отец. Однако, друзья, это не только иллюстрация отношений Христа и святого отца. Христос молится о своих учениках, друзья. Я уже сказал об этом, что он молится о том, чтобы его ученики могли быть вот там, да, когда-то быть там. И вот вживую увидите эти отношения, увидите отношения отца и сына. Вот 24 стих. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной». Это его молитва. Вот для чего, чтобы они были там с ним, друзья? Посмотрите, да видят славу мою, которую ты дал мне. Он очень хочет, чтобы вот смотрит в глаза своего отца, говорит святой отец. Но у него страстное желание, друзья, чтобы вокруг него были ученики. Вот эти вот апостолы, и потом мы с вами, друзья, чтобы могли увидеть вот эти отношения. Я уже сказал, друзья, что мы наблюдаем с вами за чем-то очень священным, личным, вот в чьей-то жизни. И мы, как ученики, вот наблюдаем тем, что происходит, друзья. Между прочим, видеть славу Иисуса – это единственный способ познавать Бога. Видеть славу Иисуса – это единственный способ познавать Бога. Ну, не то, чтобы мы с вами были способны смотреть в глаза отца. Но если можно сказать так, друзья, мы просто можем наблюдать. Наблюдать за тем, как глаза Бога-человека Христа взирают на своего небесного Отца. Мы можем, наблюдая за этим, друзья, поклоняться Богу, восклицать вместе с серафимами и всеми святыми существами на небесах, свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Мы иногда переживаем, как люди, проблески вот этих отношений. Друзья, попробуйте вот понять, что значит выдержать взгляд человека. Ну, конечно, есть плохие люди, которые смотрят на вас, да? И очень трудно выдержать взгляд плохого человека. Подумайте о человеке, который вас сильно любит, бесконечно сильно любит вас. Ведь бывает такое, друзья, кто-то любит нас так сильно, и вы чувствуете необходимость отвернуться. Не бывает такое? Бывает, братья и сестры. Бывает такой взгляд любящего человека, да? Невозможно выдержать. Мы хотим отвернуться. Не выдерживаем взгляда. Уходим от присутствия, но с желанием, уходим с желанием оказаться вновь перед этим взглядом. Вот что происходит, друзья. Вот, за чем мы с вами наблюдаем. Это вот взгляд нашего Господа, своему небесному Отцу. Вот что может значить, друзья, усиленная любовь, усиленная забота другого человека по отношению к нам. И это то, что мы получаем здесь, когда Господь приходит к своему небесному Отцу. То есть Он дает нам с вами вот это вот небольшое ощущение вот этой вот близости, которая существует между Отцом и Сыном, когда Он смотрит на своего Отца и говорит о Отец Святой. Ну вот еще одна иллюстрация, может быть, такая подростковая. Ну, вспомните себя подростком, когда вы влюбились. Только подросток, который влюбился, он может немножко понять об этих отношениях, да, друзья. Возвращаетесь домой, да, ваши родители знают, где вы были, да, с кем вы были. И вот родители ваши спрашивают, а что вы делали последние пять часов? И как подросток вы не знаете, что ответить. Мы ничего не делали, да. Мы просто были вместе. Ну, а родители с удивлением говорят, послушай, ну, что значит быть пять часов и ничего не делать? Да, папа, мама, мы просто были вместе. Друзья, вот смысл этих отношений, да, вот быть вместе, то есть, друзья, вот ограниченные, искаженные человеческие существа. А в присутствии друг друга мы находим такое славное временное удовлетворение. В присутствии друг друга мы находим славное временное удовлетворение. Я думаю, это одна из причин, почему, когда Бог создал человека, Он создал мужчину и женщину. Для того, чтобы дать нам с вами простую аналогию того, что находится за пределами нашего понимания. Как отец и сын могут выражать и переживать эту полную близость. Ну, кстати, друзья, опять в скобках замечу вот этот момент, который подчеркивает для нас Священное Писание. А в Священном Писании, послушайте внимательно, быть является основополагающим для того, чтобы что-то делать. Я сейчас объясню, хорошо? Быть в Священном Писании является основополагающим для того, чтобы что-то делать. То есть сначала быть Библия говорит, а потом что-то делать. В наше время, друзья, мы изменили это на противоположное. То есть для нас более важным является дело. Ну, вот я опять приведу пример проповедника, которого я часто слушаю. Один из моих любимых проповедников. Он сам из Европы. Иногда приезжает сюда в Америку проповедовать. И вот он говорит о том, что всякий раз, когда заходит разговор о семье, он говорит, у американцев есть неизбежный вопрос. Начните говорить о семье, и вас начнут спрашивать. Он говорит, меня часто спрашивают, вы и ваша жена, что вы любите делать? То есть вот он с Европы приезжает в Америку, он этого просто не понимает. Он этого просто не понимает, но отвечает, ну, мы ничего не любим делать. Нам просто нравится быть вместе. Нам просто нравится быть вместе. Ну, что вы делаете, когда вы вместе, друзья? Он говорит, ну, иногда мы разговариваем, а иногда просто сидим в тишине. Знаете, почему, друзья? Потому что иметь хорошее отношение не значит что-то делать вместе. Иметь хорошее отношение не значит куда-то ездить. Друзья, иметь хорошее отношение – это быть вместе. А наслаждаться присутствием друг друга не обязательно что-то делать, друзья. Достаточно много уже быть вместе. Ну, друзья, подумайте, если не муж и жене, подумайте об отношениях с родителями. Может быть, когда родители уже в преклонном возрасте, как приятно побыть с отцом, как приятно просто побыть с матерью. Не обязательно что-то делать, друзья, а вот просто-просто побыть. Я еще раз говорю, друзья, в Священном Писании быть является основополагающим для того, чтобы это делать. То есть не важно, что-то делать, друзья, в первую очередь важно что-то быть, кем-то быть, и только потом что-то делать. А иногда спрашивают, чем занимался Бог до сотворения Вселенной, друзья. Не обязательно Богу было чем-то заниматься. Быть – это уже достаточно много. Это очень-очень много. Быть и наслаждаться общением. Особенно, друзья, особенно, когда есть вот эта вот преданность отношений, когда есть чистота отношений, когда есть глубина отношений. Вот этим можно наслаждаться. Согласитесь, именно этого часто не хватает. Особенно сейчас, сколько семейных пар могут просто посидеть вместе, без телефона. Да, друзья, сколько раз за ужин вы обратитесь за телефоном, чтобы проверить что-то. Сегодня этого очень-очень не хватает. Вот просто быть вместе и наслаждаться друг другом. К сожалению, друзья, мы это утратили или утрачиваем, еще не знаю. К сожалению, это очень-очень трудно. Ну, просто вот, просто побыть вместе. И, может быть, потеряли, да, вот эту вот сладость, вот большое-большое удовлетворение, да, вот того, когда муж и жена, а родители и дети, да, они просто могут быть вместе. Не обязательно что-то делать, не обязательно куда-то ездить, друзья. Пусть Бог благословит нас с вами в этом. Друзья, вы знаете, вот когда мы входим вот в это место, где Христос молится, обращается к своим ученикам, я думаю, не обязательно вот все понять. Не обязательно все понять. Вот иногда, я слышу такое интересное выражение, а когда Бог перестает учить, нам необходимо перестать учиться. Понимаете, друзья? То есть, да, вот есть такие библейские отрывки, которые нужно просто наблюдать и наслаждаться. Но почему мы не можем просто послушать, как Христос молится с Отцом и присоединиться вот к этому поклонению, которое осуществует на небесах? Итак, Евангелие Иоанна вводит нас с вами в то, какими были отношениями между Отцом и Сыном, какие они были вечности. И вот, между прочим, на протяжении всего своего служения, да, вот как интересно пишет Иоанна Господи, «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим». А недра – это утроба, это что-то самое глубокое. То есть, Христос вот настолько близок к Своему Отцу, и вот Евангелист Иоанн это передает для нас с вами. Удивительно, друзья, что Христос становится человеком. А он становится плотью. Слово, которое было лицом к лицу с Богом, оно стало плотью. Вот наш вопрос, большой вопрос, а почему он стал плотью? Друзья, он стал плотью, чтобы привести нас с вами в те же отношения со своим Святым Отцом, который он пережил и которыми наслаждался в плоти, которым оплатился. То есть, он привел, друзья, он хочет привести нас к тем же самым отношениям. Ну вот, несколько мыслей, как о применении к тому, о чем я говорил о Боге, как о Святом Отце. Первое, это опять в Евангелии Иоанна, 5 глава, 19 и 20 стихи, вот где Господь говорит о своих отношениях с Отцом. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Друзья, что значит жить, как дети Отца? А это значит наблюдать, что делает Отец, и стремиться быть похожим. Так было у Господа. А есть еще одна очень не менее удивительная текст, друзья, вот 10 глава, тоже Евангелия Иоанна. Вот слова Господа, послушайте, 17 стих. «Потому любит меня Отец, что я даю жизнь мою». «Потому любит меня Отец, что я даю жизнь мою». Друзья, это глубокое послушание, то есть Отец любит, когда его дети послушны. Ну, давайте подумаем о Господе. Вот Евангелист Лука, вот когда описывает нам младенческие годы Христа, он дает вот такое нам понимание, что все-таки Христос возрастал. То есть у него был физический рост, но он пишет, что он тоже возрастал в любви у Бога. То есть он возрастал в благосклонности Святого Отца. Ну, по мере того, как наш Господь рос в статусе, он рос в мудрости, он рос в благосклонности к Святому Небесному Отцу. И получается, друзья, что вот по мере того, как возрастали трудности, то его послушание становилось более сложным. То есть послушание Христа с ростом, оно становилось более сложным. То есть у него постоянно была возможность демонстрировать все большее и большее послушание до тех пор, пока он не пришел на крест. А на кресте Библия говорит, он показал самое высокое, самое большое послушание Своему Небесному Отцу. И Господь дает нам намек, друзья, на внутреннюю тайну Его искупительного служения. Отец любит меня тогда, когда я даю жизнь. Вы знаете, когда Христос висел на кресте, я думаю, он слышал голос Небесного Отца. Я люблю тебя, Сын мой. Я люблю тебя, Сын мой. Я люблю тебя, Сын мой. И все это для того, чтобы привести нас с вами, друзья, потерянных, сломленных грешников к общению с Богом, чтобы мы могли сказать, чтобы мы могли сказать, как Иоанн скажет вот в Первом Послании, друзья, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И так наш Господь ведет нас и дает нам доступ в присутствие Божье. А мы, друзья, вот хотим спрятаться за Ним. Просто спрятаться за Ним, как дети прячутся за своих родителей, да, и вот что-то наблюдают. Вспомните еще один библейский текст. Я буду уповать на него. Вот я и дети, которых дал мне Бог, так говорит Христос. Это наша с вами привилегия. Ну и вот буквально несколько слов о жизни Церкви перед нашей с вами молитвой. Священное Писание учит нас с вами, сказал уже, друзья, что мы с вами введены в святую семью. Не просто семью, да, а семья, где Отец Святой. То есть это святая семья. Что же значит для меня и для вас, как для народа Божьего, иметь возможность прийти к Нему во имя Господа Иисуса Христа, используя имя и сказать Святой Отец? Вот апостол Иоанн, простите, книга Деяния Апостолов, истина заключается в том, о жизни Церкви, да, друзья, что значит Церковь – святая семья? Хорошо, что значит быть Церковью, как вот святой семьей? Вот это иллюстрация книги Деяния Апостолов. Это один из великих парадоксов вот первой Церкви. Я думаю, вы вспомните, сейчас буду говорить, напоминать. А помните, вот в ранней Церкви святость Отца настолько осенила Церковь, да, вот и библейский текст говорит, что святость Бога наполнила общину, да, вот этим благословением, и никто не мог присоединиться к ним. 5 глава, 13 стих. «Из посторонних никто не смел пристать к ним». То есть вот это после смерти она не сапфиры, да, то есть люди поняли, что это святое место. Друзья, обратите внимание, вот святое место не потому, ну, простите, что в Церкви был кнут, которым делают порядок и поддерживают порядок. А в Церкви было святое присутствие Отца. Но с другой стороны, почему я говорю парадокс, удивительный парадокс, друзья, 6 глава, 1 стих. «Умножились ученики». Это удивительный парадокс, друзья. Не могли, из посторонних никто не смел пристать к ним, а ученики умножались. Вот что значит быть святой семьей, Церковь, святая семья. Но я думаю, вы сейчас согласитесь со мной, друзья, надеюсь, согласитесь, что в Церкви, в принципе, они делятся вот по этим двум крайностям. А есть Церкви, которые очень хороши святости, где святость наводят кнутом, я еще раз говорю так, с иронией, может быть, друзья. Но другие Церкви нехороши в том, чтобы быть каким-то дружелюбным местом, семьей. Но смысл или суть, друзья, в том, чтобы Церковь должна быть святой семьей. Чтобы мы с вами вот могли жить в Церкви и отображать отцовство Святого Отца. И в то же самое время быть семьей. То есть, вот соединить это вместе, друзья, это будет самая благословенная Церковь. Церковь, которая является вот святой семьей. То есть, люди, которые будут смотреть на жизнь Церкви и говорить, нет, я не достоин быть частью этого. Но с другой стороны, друзья, они всеми силами будут искать, вот стремиться найти эту семью, которая является истинной и великой семьей Небесного Отца. То есть, это тогда, друзья, когда мы с вами отображаем отцовство Бога. Еще один библейский текст, друзья, всей самой Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Друзья, это наша большая-большая привилегия – обращаться к Богу, вот с этими словами «Отец», называть Его Отец. А мы все с вами должны помнить, друзья, что называем Его Отец. Почему? А потому что мы введены в семью, введены в семью служением нашего Господа Иисуса Христа. Мы понимаем, друзья, что для Него была большая ценой говорить людям «Не греши больше». То есть, это не просто слова человека на путстве, друзья, для Него это было понести наш грех. То есть, Он понес наш грех, друзья, ввел нас с вами в семью. Вы знаете, вот поражу пастыря, и рассеются овцы. Ведь пастырь собирает овец вместе, друзья. Но для того, чтобы мы с вами были вместе, пастырь должен был поражен. То есть, Христос был поражен, чтобы мы с вами вошли в эту семью. Ну вот, с этими мыслями, друзья, я приглашаю вас к молитве. Какое желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Аминь.